Итак, ребята, всем здорова и добро пожаловать на новое видео. Сегодняшнее видео будет таким достаточно необычным, можно сказать, что это будет первое видео подобного формата. В этом видео, ребята, мы будем строить полноценную теорию, рассуждать и так далее. Сразу, ребята, скажу то, что данная теория может быть для кого-то неправдоподобна, и если она таковой и окажется ошибочной, то, в принципе, я не удивлюсь, потому что я воре не знаток. Если что, у меня нету цели строить из себя какого-то знатока, умника и так далее. Просто мне вот эта, честно говоря, фраза, которая встречается в сообщении Дага Ратмана, она меня очень сильно прям заинтересовала, и я решил как бы сопоставить там факты всякие, там посмотреть что-то как, и подумать, а действительно ли может быть такое то, чтобы реализ был действительно украден. А весь этот неудачный эксперимент это просто-напросто показуха. Сразу скажу, что эта теория построена на такой достаточно общедоступной информации, на каких-то своих догадках, мыслях и так далее. Как вы все помните, достаточно недавно я выпускал видос по сигареткам, пасхалкам и багам в Портал 2. Это была первая часть, и если кто не смотрел, то ссылочка в описании. Если кто помнит, там был такой достаточно интересный момент, когда мы с вами слушали, что говорит Даг Ратман в одном из его убежищ. Опять же, для тех, кто не смотрел, ребята, вот, пожалуйста, тот самый полный текст. Даг Ратман в одном из его убежищ. Я, конечно, понимаю, что это просто-напросто отголоски больного шизофреника. Ну, у Даг Ратмана действительно была шизофрения, я думаю, многие знают. Но, тем не менее, есть в этом тексте одна такая фраза, которая прям-таки, можно сказать, заинтересовала меня конкретно. Ну, вы сами всё слышали. Только что Даг Ратман сказал то, что корабль украден. Это на самом деле интересное высказывание, здесь есть над чем подумать. Давайте вернёмся к серии игр Half-Life. А если быть конкретнее, ко второму эпизоду. Все мы прекрасно помним высказывание Кляйнера по поводу Бориалиса. Он просто-напросто был в шоке, когда узнал то, что корабль находится в Арктике. Если вспомнить его высказывание, то он сказал то, что Борей пропал в результате пренебрежения правилам безопасности во время тестирования устройства. Он действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти чёрную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей командой. Чё-то мне, честно говоря, кажется, что это просто-напросто какая-то байка. И правда таится где-то... где-то очень глубоко, скажем так. И сейчас мы всё это с вами будем копать. В общем, ребята, встаёт большой вопрос. Кому же нужно воровать корабль у Аперчур Сайенс? Кому же это нужно? Ускорять тесты по тестированию устройства на Борее? Чтобы впоследствии чего он просто-напросто исчез? Кто этот человек? А может быть, это даже и не человек вовсе. Намёк, я думаю, понятен. Что ж, звучит, конечно, это немножечко бредово. Но давайте разбираться. В этом видео я постараюсь вам привести всякие аргументы, факты и так далее, подтверждающие то, что украсть корабль таким образом мог именно Джимен. Ну и давайте для начала вспомним, кто же вообще такой этот Джимен. Во-первых, что мы знаем, так это то, что Джимен это вообще не человек. Есть предположение, что это некое существо, которое взяло человеческий облик. Так оно и есть. Даже сам Нихилант об этом говорил. You are man. He is not man. Я не буду говорить шалотой, личинкой и так далее, потому что он может быть кем угодно. Что же мы ещё можем знать о Джимене? Ну, во-первых, то, что он не за Альянс. Он вообще не за кого. Во вселенной Half-Life он ведёт свою игру. Когда ему надо, он помогает Альянсу. Когда ему надо, он помогает Сопротивлению. И, наконец, когда ему надо, он вообще никому не помогает, потому что он ведёт игру в своих интересах и в интересах своих нанимателей. Второе. Мы знаем то, что это самый ключевой и самый значимый персонаж в серии игр Half-Life. Да-да, друзья, вы не ослышались. Он ключ ко всему. Можно сказать, что по степени важности он такой же, как Гордон Фримен, если не больше. И, кстати, да, вы хотите знать, кто самый главный злодей? Всё верно. Это не Брин. Это не Нихилант и не Альянс. Это именно Джимен. Наверняка вы подумаете, что это не так. Но давайте рассмотрим внимательнее. Что вообще было в первой части Half-Life? Кто такой Нихилант? Нихилант – это просто-напросто такой некий живой барьер, который удерживал Зен от вторжения Альянса. Приколюха в том, что у Нихиланта и его расы была дикая война с Альянсом, и он явно в ней проигрывал, причём очень сильно. Он сбежал в Зен и заперся там, не давая использовать Альянсу телепортацию, чтобы попасть в тот же самый Зен. Это, можно сказать, было для него такое временное убежище. И есть теория, что как раз-таки вот эти наниматели являются советниками, и этим советникам не очень нравится Альянс. Но это не суть. Суть в том, что как раз-таки Джимен в Зене подталкивал Гордона Фримена на встречу с Нихилантом, чтобы второй впоследствии проиграл и умер, открыв путь для Альянса в мир Зен, а впоследствии чего открыв путь и на Землю. Исходя из этого, мы с вами понимаем, что Джимен – это не какой-то левый чел, который ходит за нами и подсматривает, как какой-то извращенец. Это действительно ключевой злодей в этом мире. Семичасовая война, инцидент в бою к Мезе – это всё его рук дело. А мы же, Гордон Фримен, являемся просто-напросто пешкой. В принципе, на самом деле, всё это уже давным-давно известно, и это достаточно много людей знает. Зачем всё я это говорю? Потому что, ребята, всё это потом понадобится в дальнейшем. Ну что ж, с Джименом мы разобрались, идём дальше. Теперь давайте приступим непосредственно к Бориалису, Ака Борей, Ака Легенда и... так далее. Итак, Борей. Что же это такое? Это продукт, который был выпущен такой компанией, как Аперчур Сайенс. Аперчур Сайенс – это такая компания научная, которая специализируется на изучении природопорталов. И не только. Являются коллегами Блэк Мезе и плотно контактируют с ними. Несмотря на то, что являются в то же время их конкурентами. Это, кстати, один из ключевых фактов. Запомним его. Бориалис – это такой корабль, который содержит в себе устройство, связанное с порталами. Причём устройство это, судя по всему, очень мощное. Что там конкретно находится, неизвестно. Но рискну предположить, что это, скорее всего, то же самое устройство, что находится и в портальной пушке. Только в разы больше и в разы мощнее. Давайте теперь вспомним, чем отличаются портальные технологии у Блэк Мезе и Аперчур Сайенс. Дело в том, что Аперчур Сайенс в портальной технологии строится на создании так называемых червоточин. У Блэк Мезе же телепортация основывается на Зене и его энергии. А теперь самый большой вопрос. Почему Блэк Мезе так важен для всех? Наверное, потому что можно открыть портал куда угодно практически в секунду. На примере того же портального устройства. Просто взял, стрельнул туда-то, стрельнул сюда-то. Всё, портал открыт. Никакой подзарядки, как Блэк Мезе, никакой Зен не нужен, никаких ограничений по телепортации также нет, как, допустим, у того же самого Альянса. Ведь, если я не ошибаюсь, они, допустим, не могут в одной и той же вселенной телепортироваться из одного уголка в другой, если только между вселенными перекидываться, потому что у них нету технологии местной телепортации. То есть, проще говоря, почему это так важно, потому что можно просто огромнейшую армию за несколько секунд перекинуть вообще в любое абсолютно место, в любую вселенную, в любой уголок вселенной, просто куда угодно. Для Альянса такая вещь, понятное дело, очень важна и нужна. Как понятное дело, нужна Джимену и его нанимателям, кем бы они вообще там ни являлись. Давайте разбираться дальше и, пожалуй, давайте рассмотрим комплекс Аперчур Сайенс. Вас никогда не интересовало, почему, к примеру, планета изменилась очень сильно из-за семичасовой войны, из-за захвата Альянсом, из-за портальных штормов и так далее. В то время как комплекс Аперчур Сайенс оставался нетронутым вообще, ну, никак, можно сказать. Что в первом портале, что во втором, там не было ни одного следа присутствия того же самого какого-нибудь монстра из Зена или присутствия комбайнов. То есть, можно сделать вывод, что ни семичасовая война, ни портальные штормы, ничто из этого вообще никак не затронуло Аперчур Сайенс. Можно подумать то, что у серии игр Портал и у серии игр Half-Life разное время действия, но по сути это не так. Допустим, вот взять вот эту фразу из второго Портала. Тут нам ясно и понятно объясняют то, что наверху творится какой-то апокалипсис, но тем не менее Центр продолжает функционировать в полном объёме. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако, тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперёд, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Состояние апокалиптического характера. Тут нам, конечно, размыто, но дают понять о том, что Земля захвачена комбайнами. Ну и, конечно же, как вы видите, в комплексе ни следов, ни комбайнов, вообще ничего нету. Единственное, чем атаковал комплекс, это растениями и птицами. Ну а теперь давайте думать, почему же Aperture Science не подвергся, допустим, действию, к примеру, тех же портальных штормов во время инцидента в Буэкмезе. Ведь всякие зеновские существа телепортировались, скорее всего, как и на поверхности, так и под землёй. Это, конечно же, просто догадки, но, скорее всего, дело в поле антиэкспроприации. Это такие поля, которые разрушают и предметы, и живых существ, которые не разрешены, так сказать, как нам говорили, выносу из испытательных камер. То есть, если вы, допустим, подносите какой-то предмет к этому полю, он просто-напросто распадается на молекулы. Но у этих же полей есть ещё одна достаточно интересная функция. Они могут разрушать порталы. Все мы прекрасно помним то, что в портале при прохождении через такое поле у нас порталы просто-напросто пропадали. То есть, они разрушались. И, в принципе, почему бы не предположить то, что в Aperture Science в комплексе стоит такое огромное устройство, которое как раз-таки образует это поле антиэкспроприация, которое сделано в виде какого-нибудь купола или шара, и всё вот это поле покрывает абсолютно весь комплекс Aperture Science. В принципе, если так предположить и подумать, то тогда это всё объясняет, почему тогда портальные штормы не затронули комплекс Aperture Science. С портальными штормами, в принципе, всё очень просто, потому что просто-напросто сама вот эта энергия, которая создаёт порталы, при достижении этого поля или при его пересечении, она просто разрушалась. Ну, или что с ней могу происходить, я не знаю, там, испепелялась, разрушалась, что там с энергией может произойти. В общем, неважно. С комбайнами, в принципе, всё тоже очень понятно и просто. Они просто-напросто не могут пересечь это поле, потому что их нету в списке разрешённых объектов и существ. В общем, вы меня понимаете. Но сейчас, кстати, скорее всего, некоторые зрители могли вспомнить про тот момент, когда мы стреляем из портальной пушки прямо в луну, и открывается портал, соответственно, на луне, и у нас в комплексе. В принципе, касательно этого момента, также есть объяснение, то, что тогда на данный момент был Уитли вместо Гладос, а поскольку он был запрограммирован как дурачок, скажем прямо, он, скорее всего, это поле просто-напросто стал не контролировать, и, понятное дело, оно просто вырубилось. Да и вообще, в принципе, при Уитли сам комплексу начал, так сказать, рушиться, и реактор, как мы помним, тоже рушился. В общем, это была полная жесть. Но потом, опять же, вернулся Гладос, и всё встало, так сказать, на свои места. Так что, в принципе, вот так вот можно объяснить тот момент, когда мы стреляем в луну. В принципе, я думаю, что данная теория насчёт этого поля, она имеет право на существование. По крайней мере, услышав эту теорию, я сразу же в неё поверил, потому что она звучит очень даже правдиво. Потому что это объясняет всё, ну, на все 100%. В качестве подтверждения можно даже привести слова Гладос из первой части Портал. Что же можно понять из данных высказываний? Ну, во-первых, между ними и нами. Ну, то есть, между нами и между комбайнами, скорее всего. Ну и, в принципе, когда Чео почти что уничтожил Гладос, она сказала то, что я им была. Вот этим вот барьером между ними и нами, да? Можно сказать то, что она всё вот это поле контролирует, наверное, как, в принципе, и весь комплекс Аперчур Сайенс, да? Ну и, наконец-таки, спустя столько времени, когда мы вспоминали с вами про кто такой Джимен, вспоминали про Барей, про Аперчур Сайенс, наконец-таки, ребята, мы подходим к главному вопросу. Почему Джимен украл Бориалис у Аперчур Сайенс? Как он это сделал? И почему все подумали, что это был неудачный эксперимент? Все мы прекрасно знаем то, что Джимен умел телепортироваться. Да, были у него такие способности, но тут у него возникла проблема. Поле антиэкспроприации. И, конечно же, понятное дело, это поле он пересечь, ну, никак не мог. И поэтому ключевая цель номер один для него была недоступна. Но мы-то все прекрасно с вами понимаем, то, что Джимену, ну, позарез нужно было любой ценой вытащить Бориалис за пределы Аперчур Сайенс. Вообще, наплевать, куда. В Арктику, в пустыню. Просто вытащить. Вытащить его за пределы Аперчур Сайенс, потому что, ну, нельзя туда попасть вообще никак. Поле-то мешает. Ну, и тут, конечно же, для него нужно было придумать какие-нибудь мысли. А как же его вытащить? И что же можно придумать? Конечно же, провести эксперимент, который обязательно пройдет неудачно, как это было в Блэк Мезе. Да-да-да, ребята, все это нам очень знакомо. И, понятное дело, знакомо самому Джимену. Он в этом профессионал. Потому что, как мы с вами вспоминали в самом начале, это он принес Кристалл Блэк Мезу, и именно из-за него все пошло по звезде. Скорее всего, у вас возникнут сразу несколько вопросов. Во-первых, как он мог узнать про Бориалис? Во-вторых, как он вообще этот эксперимент мог провести? Не мог же он прийти туда прямо и самому все сделать? Конечно же, нет. В Блэк Мезе же он все это не сам сделал, он просто людей подтолкнул и все. Ну, подтолкнул их на эксперимент, то есть, да, принеся им Кристалл. Начнем, пожалуй, с первого вопроса. Как он узнал? Как уже говорилось в начале, Аперчур Сайенс и Блэк Меза, они очень плотно контактируют, несмотря на то, что они являются как бы конкурентами, да? Даже сам Кейв Джонсон однажды обвинил их в шпионаже и в краже каких-то там изобретений. То есть вопрос, откуда Джимен узнал об Брэалисе, сразу отпадает, потому что он узнал о нем, скорее всего, от Блэк Меза, с которой сам, понятное дело, имел прямые дела. Второй вопрос, как он мог повлиять на Аперчур Сайенс, чтобы они провели вот такой как раз-таки эксперимент с Брэалисом, чтобы тот последствий пропал. Понятное дело, что он все это делал не сам, не своими руками. Скорее всего, может быть, кого-нибудь подкупил или пообещал какое-то вознаграждение, прям такое действительно очень щедрое, может какое-нибудь место в альянте, я не знаю, честно говоря. Ну, по-любому, как-то он мог на это повлиять. Все, что угодно, все, что угодно, чтобы либо человек, либо какая-то группа людей намеренно провалил эксперимент. Ну и как мы видим, для того, чтобы провалить эксперимент, особо-то ничего делать-то и не нужно. Нужно просто-напросто намеренно пренебречь правилами безопасности. Ведь же у нас есть Грант, а вдруг его получит Блэк Меза? Это же непорядок, вы что? Тут, скорее всего, у зрителя возникнет еще один третий вопрос. Как же Брэалис мог телепортироваться, если работает как раз-таки вот это самое поле антиэкспроприации? В принципе, на самом деле, здесь есть несколько вариантов. Может быть, они его полностью отключили на этот момент, потому что этот эксперимент, он был действительно важным. И в честь такого эксперимента можно было бы отключить все поле, потому что, ну, ничего не угрожает, по сути, самому Perchure Science. Но, в принципе, это слишком заморочно. Можно сделать намного проще. Можно просто-напросто этот Брэалис, и, соответственно, все, что находится внутри, там персонал и так далее, все это просто-напросто внести в разрешенные предметы, которые могут беспрепятственно пересечь это данное поле. Вот, в принципе, и все. Скорее всего, у вас сейчас возникнет вопрос, а зачем вообще вот это поле антиэкспроприации? Нужно в такое достаточно мирное время, когда ничего не угрожает, и так далее. Ну, в принципе, мы знаем, то, что Perchure Science это такая достаточно компания, у которой просто огромное количество всяких таких изобретений, которые ранее вообще никто нигде не видел. Ну, и, насколько мы с вами знаем, Кейв Джонсон, глава Perchure Science это такой достаточный человек, у него такой, можно сказать, характер очень такой достаточно необычный. Ну, и, наверное, скорее всего, когда он был жив, он думал, что вот поскольку у него в центре находятся такие устройства, высокотехнологические, очень дорогие, да, и такие устройства вообще больше никто не имеет, кроме Perchure Science, то, понятное дело, будет очень много желающих, которые, может быть, захотят их спереть, скажем прямо, да, своровать и так далее. Ну, и, понятное дело, он не дурак, он понимает то, что у Perchure Science изобретена технология порталов, у Блок Меза изобретена технология порталов, так что, в принципе, не исключено то, что какие-нибудь люди, к примеру, та же самая Блок Меза, воспользуются технологией порталов своей, да, и попробуют что-нибудь у них просто-напросто спереть, там, потому что, ну, сами понимаете, устройства там, в Perchure Science, там, они такие достаточно технологичные, очень, и, понятное дело, они представляют большой интерес и большую ценность, как для науки, так и вообще для всего человечества, можно сказать, да. Вот, в принципе, звучит, конечно, это достаточно бредово, но, как мы знаем, если у человека разыгралась паранойя там, то он может вообще все что угодно сделать, так что, в принципе, я думаю, что это такое достаточно неплохое объяснение теории, почему у него все время было включено поле антиэкспроприации, для того, чтобы просто-напросто к нему в комплекс, с помощью телепортации, не смогли кто-нибудь проникнуть, и что-нибудь у него, так сказать, спереть. Ну и, в принципе, если посмотреть по временной линии событий в мире Half-Life и Портал, то можно увидеть то, что все это так нормально достаточно совпадает. В принципе, сам Бриалис и его дизайн во втором эпизоде основан на таком литоколе, как Хилле, который был введен в эксплуатацию в 1999 году. Также во втором эпизоде, помимо изображения самого корабля Борей, нам показывают вот такие вот его чертежи. И, что самое интересное, там находилась современная иконка Аперчура Бораториас, и было такое небольшое место для подписи, и сверху было написано Гладос. То есть, получается, Гладос должна была утвердить этот чертеж или что-то типа того. В принципе, неудивительно, потому что, насколько я понимаю, она помогала в создании этого корабля. Но и тут, скорее всего, у некоторых зрителей будет такой вопрос. Но как же так? Ведь Бриалис находился в сухом доке, который находился в специальной зоне, разработанной в 70-х годах. Начало строительства этой зоны было в 1953 году. Потом, в 1961 году, эта зона была закрыта из-за того, что там проводились неэтичные эксперименты. Понятное дело, что эта зона была закрыта не просто так, она была закрыта, чтобы скрыть все эти эксперименты от посторонних глаз, скажем так. Плюс ко всему, там было очень много опасных всяких веществ, устройств и так далее. В общем. Несмотря на то, что в 1961 году эта зона была закрыта, в 1971 году ее опять же открывают. Вот это вот немножечко непонятно. Ну и, скорее всего, в любом случае, несмотря на то, что Аперчурсайз потом переехали на те лаборатории, которые находятся сверху, да, которые мы видели в первом и втором портале, ну, во втором самом начале и, собственно, в конце, да, эта зона, скорее всего, также использовалась, поскольку в этой зоне находятся такие достаточно опасные всякие устройства, к примеру, тот же самый Бориалис, да. На самом деле, очень обидно то, что непонятно, в каком именно году пропал Бориалис, когда произошел вот этот якобы эксперимент, но, судя по тому, то, что дизайн корабля во втором эпизоде базируется на вот этом самом ледоколе Хили, который был введен в эксплуатацию в 99-м году, и если в то же самое время посмотреть на подпись Глайдос и современный логотип Аперчур Рабораториас, то можно предположить, что это было, ну, явно не в 70-х годах и не в 80-х уж точно. Но тут, скорее всего, у вас может появиться еще один вопрос. Про что тогда говорил Кейв Джонсон тогда около вот этого самого сухого дока, где стоял Бориалис? Рискну предположить, что это говорится про что угодно, только не про эксперимент с Бориалисом, потому что, во-первых, Бориалис, он основан, ну, на корабле, который только, считай, появится через 30 лет примерно, ну, и даже если прикинуть, то, что вот этот корабль появился в Аперчур Сайенс может быть чуть пораньше на несколько лет, но все равно, ну, даже если вот 10 лет откинуть, но все равно не состыковка дикая, ну, сами понимаете. А не состыковка, потому что в 81-м году Кейв Джонсон потратил 70 миллионов долларов на лунные камни, из-за которых потом он и заболел. И, соответственно, либо в 82-м, когда он назначил Каролайн своим приемником, либо в 83-м году он уже умер, понятное дело. Так что рискну предположить, что этот эксперимент, про который говорится в сообщении, проводился с теми самыми астронавтами, которые впоследствии пропали. По этому делу, кстати, даже в Сенате слушания было в 68-м году, да и тем более сам Кейв Джонсон об этом упоминал. Ну и как лишнее подтверждение, эксперимент, который связан с Бориалисом, ну никак нельзя назвать небольшим. Как бы это целый ледокол. Какой небольшой эксперимент. Ну, в общем, вы понимаете. Зачем я на данный момент все это разбираю, всю вот эту тут временную линию событий и так далее? Для того, чтобы самому в лишний раз убедиться, что я не ошибаюсь, но и для того, чтобы вы, соответственно, поняли, что все это, в принципе, совпадает по временной линии. В общем-то, посмотрев и обсудив все это с вами, мы пришли к выводу, что тот самый эксперимент, якобы эксперимент с Бориалисом, впоследствии чего он исчез, прошел не особо-то и долго до того момента, как начались там всякие эксперименты с кристаллами в Черной Мезе и, собственно, так далее, да? И, в принципе, тогда уже был Джимен, который как раз-таки вот этот Бориалис приметил, так сказать, да? Построил такой же большущий коварный план, как и в Блэк Мезе. Может быть, кого-то он там подкупил, в общем, ну, что-то такое он точно придумал, потому что мы все прекрасно знаем, что он человек, ой, извините, не человек, ну, в общем, он такое существо, достаточно хитрожопое. Но, скорее всего, у вас возникнет еще один вопрос, типа, зачем ему это надо, потому что Бориалис ведь потом материализуется через несколько десятков лет в Арктике какой-то, во льдах, это же ужас. Зачем его вытаскивать из Аберчур Сайнс и ставить его под удар, чтобы его могли захватить, допустим, те же самые повстанцы или Альянс, если ему Бориалис нужен в своих целях. Ну, тут во внимание опять нужно взять тот факт, то, что Джимейн у нас такое достаточно хитрожопое существо и, в принципе, он очень умен и очень хитер. Что-нибудь придумает этот раз. Во-вторых, когда уже появится, материализуется Бориалис в каком-нибудь месте, ну, в той же самой Арктике, да, как мы видим, уже на тот момент у него уже будет такой огромный готовый туз в рукаве под именем Гордон Фриман, который, как обычно, сделает всю такую грязную работу, впоследствии чего просто-напросто Джимейн придет и возьмет свое готовенькое, так скажем. Самое главное, надо помнить, то, что когда был Бориалис еще в Аперчур Сайнс, Джимейну нужно было просто вытащить его, просто вытащить в любое место абсолютно, потому что в Аперчур Сайнс он недоступен из-за этого поля антиэкспроприация. Так что он все делает прямо здесь и сейчас, а потом уже, как говорится, когда он материализуется, там уже разберемся. Там уже и готовый туз у него будет в виде Гордона Фримана, на который он засматривался в первой части, потом в подконец, когда он убил Нихиланта, он понял, то, что это прям, ну, отличный такой туз то у него, да, нашелся. Ребят, вот вам самим мне кажется, что это тупо, Аперчур Сайнс, многомиллиардная компания, в которой работают лучшие ученые, великие умы нашего общества будет рисковать и пренебрегать правилами безопасности из-за какого-то там вонючего гребаного гранта? Серьезно? Да, я, конечно, понимаю, то, что там, скорее всего, были очень большие деньги, очень крупные, но, блин, Бриалис, это ведь такое устройство, в неумелых руках оно способно предоставить всем такое тотальное разрушение, что, ну, просто представить невозможно. И неужели вот этим всем рисковать и ради какого-то гранта? Ну, не знаю, думайте, как хотите, конечно, но я думаю, что все это было неспроста. Я, конечно, не буду утверждать, что это правда и что моя теория, она, в принципе, правдива, но мне кажется, что это такой же просто-напросто подставной эксперимент, как Блокмези. Обычный эксперимент с преднамеренными плохими последствиями. То же самое, что и Блокмези, но только в Эперчур Сайенс. В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал, всякие факты я постарался привести и, честно говоря, я, честно говоря, просто-напросто нахожусь в шоке, потому что видео получилось таким огромным. Но, несмотря на то, что он получился таким огромным, надеюсь, он вам, тем не менее, понравился. Я все-таки, ребят, старался, старался привести всякие факты, старался все это оправдать, потому что, ну, согласитесь, теория звучит очень даже так правдоподобно. А может и нет, черт его знает. Напоследок хотелось бы упомянуть про Эпистол 3 и про то, что там корабль сами работники Эперчур Сайенс телепортировали. Мне кажется, что это, ну, скажем, прямо бред полнейший, потому что там было сказано про некую угрозу так ничего и не захватило, как мы видим в Портале 2. Да и что там вообще можно было захватить, если Гладос за два дня до Каскадного Резонанса всех траванул нейротоксином и стал вот этим барьером между ними и нами, как она говорила в первой части Портал. Под конец, помните, да? Ну да ладно, ребят, давайте, пожалуй, на этом моменте закончим. Не забывайте ставить лайкосики и не забывайте писать что-нибудь в комментариях. Пишите, ребята, как вам вообще теория, там, правдива, неправдива. Если, в принципе, она окажется ошибочной, то я не удивлюсь, потому что я таки в первые жизни занимался, да? Все это копал, додумывал, в общем, занимался теорией строительством, так сказать. И, кстати, ребята, по поводу теории с полем антиэкспроприации. Автором этой теории является Александр Доронин, который написал цикл статей «Кто такой Эджимен?» Очень интересно, советую вам почитать. На самом деле, очень захватывающе, интересно. Вы, ребята, не пожалеете, это я вам скажу стопроцентно. Ну и давайте, ребята, уже распрощаемся. Еще раз всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Между тем и здесь я исчезаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok